Гипсового соперника И работает в бок Сейчас там вновь показывают Сергея Бадюка К сожалению, мы не знаем вес Который установлен Ну, Серега, он профессионал По движениям чувствуется, что он подсел на армлифт На одном из шоу силовых в Финляндии Был такой эксперимент Был 22-килограммовый диск К которому была приварена металлическая пластина В общей ноге до 5 мм И высотой 2 см За который можно было только ухватиться чипковым хватом Вот это был диск 22 кг И любой, кто его поднимет Ему были приз в модельный тимпон ноги И вот из 15 тысяч человек Которые были на выставке И никто так и не смог оторвать этот диск от земли По щипковым хватом Мы продолжаем следить за противостоянием крюка и верка Посмотрим Многое будет сейчас на старте Ну, в этот раз без вариантов Нам регулярно показывают турнир на силу хвата В Европе, в Скандинавии Он состоит из 4-х движений в основном Это роллинг, европанч Турнир на сжимание экспандера И тяга штанги с широким грифом Как вы понимаете, у нас турнир проходит по сокращенной программе За столом вновь чермен Хадаев К сожалению, не вижу протокола Не могу сказать За какую позицию идет этот поединок Опять, зная Слабое место чермена Все его соперники стараются работать через кисти Все же самое мы видели и сейчас Ну, посмотрим Сейчас рукоборцев вяжут ремнем И мы узнаем, для кого это плюс А для кого это минус Опять же, если вы молодые рукоборцы То тренировки в борьбе на ремне Нужно уделять отдельное внимание Нужно приходить на тренировку Брать с собой ремень И часть парингов проводить именно на ремнях Потому что, если мы будем следить за соревнованиями То, я думаю, что больше 70% поединков Они все идут на ремнях Паринг на тренировке в основном проходит без ремня И это тоже не совсем правильно Потому что для многих, когда они приходят за соревнования Ремень является неким таким откровением Но он, помимо техники, он меняет кровообращение После ремня моментально забивается предплечье Забивается кисть То есть это другая борьба Если вы профессионал, то ваш спаринг тренировочный Он должен быть в таком же пропорциональном соотношении Как и турниры, проходить на ремне обязательно Проводиться финальные и поединки во всех весовой противлой Кроме женщин 65 килограммов Все финалисты и те, кто занял третье место В 17.30 должны присутствовать за сцены, за сцены Пожалуйста, будьте внимательны Если есть какие-то вопросы, задавайте в главную сцены, за сцены В 17.30 должны быть за улицем, за сцены Провод поговорить немножечко о тренировках У нас, к сожалению, хотя время идет Армансинг развивается Но методической литературы, хороших видео, тренировочных Очень мало И информации о тренировках, о грамотных, ее очень мало Здесь я многим порекомендую обращаться к опыту других видов спорта В той же самой борьбе во многом Потому что, например, построение тренировочных спаррингов Оно во многом должно быть попозже на построение тренировочных спаррингов в борьбе В самбо, в вольной борьбе То есть это не должно быть просто безумная борьба Когда вы на тренировках работаете со спарринг-партнером Вы должны не просто бороться Вы должны отрабатывать движение Вы должны работать первым номером Вы должны учиться работать вторым номером Предположим, ваш соперник работает на старт Вы стараетесь контр-атаковать Либо наоборот, вы работаете на старт Ваш соперник пытается вас остановить Помимо всего прочего Очень полезно участвовать В вашем графике турниров Должны быть важные старты И должны быть старты такие тренировочные У вас должны быть соревнования Где вы можете себе позволить поэкспериментировать Потому что даже спарринг Даже спарринг, приближенный к боевому Он все равно отличается от соревнований На соревнованиях вы волнуетесь На соревнованиях у вас есть определенная доля ответственности за результат И то, что у вас получается на тренировках У вас не всегда получится на соревнованиях Поэтому иногда, когда вы участвуете в не самом важном старте Вы можете себе сделать установку Предположим, попытаться провести этот турнир Например, в крюк Вне зависимости Как идет борьба Либо попытаться поработать этот турнир вторым номером Потому что, когда соревнования ответственные Когда на вас давит груз ответственности Вы будете при любой ситуации бороться через вашу коронку И не сможете отработать какие-то такие Другие стили А их тоже нужно отрабатывать И тоже нужно отрабатывать в боевых условиях В этом, кстати, плане Очень интересен опыт Джона Брызенко Я помню его противостояние с Фаридом Усмановым Это был их первый поединок Джон Брызенко очень много знал о Фариде Очень много слышал Что это сильный рукоболец Это был их первый матч И Джон, то есть он на старте понял Слабое место Фарида И очень уверенно выигрывал его через верх Это был такой молниеносный поединок Это было их первые встречи Второй раз они встретились уже в финале И Джон для Джона важно не просто выиграть Для Джона важно быть сильнее Он попытался побороться с Фаридом в крюк Это был очень долгий поединок И Фарид выиграл В долгой напряженной борьбе Фарид выиграл То есть был назначен третий поединок И здесь нужно знать Джона Он знал Он знал все слабые места своего соперника И он мог уверенно, легко Гарантировать себе первое место Выиграв Фарида через верх Но он должен был доказать всем И себе прежде всего Что он сильнее своего соперника Во всех компонентах И он третий важный решающий поединок Тоже провел в крюк И выиграл его То есть это такой Это не все способны На такой шаг способны не все Но опять же говорю Мы не просто выиграем в сынования Мы прежде всего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому